Вы увидели, что Вы не являетесь так же умом, что Вы не являетесь так же Вашим мыслом. Представьте, пожалуйста, здесь какой-то предмет и возьмите... Давайте так, я возьму этот мобильный телефон, сосредоточьтесь на задней панели этого телефона и пристально посмотрите на него, как он выглядит. Сделайте несколько вдохов и выдохов через нос. Постарайтесь его запомнить, как он выглядит во всех очертаниях. И давайте закроем глаза, постараемся его видеть на экране своего мобильника. Если он у Вас сейчас не появляется, по какой-то отличии у каждого из Вас разная способность сконцентрироваться, давайте еще раз на него посмотрим. Теперь делаем вдох. Закрываем с выдохом глаза и постарайтесь его увидеть сейчас на экране своего ума, как он выглядит сейчас. Пока глаза не открываете, удерживайте его там. Несмотря на то, что Вам трудно, постарайтесь его как можно дольше зафиксировать в нем. Делаем глубокий вдох. Делаем медленно-глубокий выдох. Удерживаем, удерживаем. Даже несмотря на то, что сложно это сделать, постарайтесь до самого-самого последнего держаться. Хорошо, делаем вдох. И с выдохом выбрасываем его из ума, чтоб там его сейчас не было. Делаем выдох. Глаза пока не открываем. Если не получается выбросить, пробуйте еще раз. Делаем вдох. Делаем выдох. Теперь представляем такую картину. Зеленый-зеленый лес. Белоснежные горные вершины. Вы сидите в лодке и плывете по синей-синей реке. И наблюдаете за всей этой красотой со стороны. Постарайтесь зафиксировать эту картинку в своем уме. Хорошо, делаем вдох. И медленно, с выдохом выбрасываем все из ума, как мобильный телефон, чтоб там ничего не было. Пока глаза не открываем. Хорошо, делаем вдох. И с выдохом можно открыть глаза. Что эта практика показала? Это то, что вы та личность, которая может выбирать что-то из своего ума. Сознательно представлять что-то. Вы также могли взять любой другой предмет. Могли выбрать лампочку. Могли выбрать лучков. Могли выбрать бутылку на столе. Могли выбрать заднюю панельную луку. Любую вещь. Абсолютно любую вещь. Вы та личность, которая может представить и вы та личность, которая может выбросить. Вы не являетесь своим умом. Если что-то в ум зашло, вы можете это выбросить. Скажите, с гневом тяжело это сделать? Если пришло чувство гнева, чувство зачарования, чувство осознания бесцельности существования, можно ли это выбросить так же, как и мобильный телефон, так же, как и все остальное? Сложнее. Почему? Потому что это заселывалось здесь. Это не просто находится на уровне гума. Сначала это зашло вул, потом это зашло сюда. Поэтому вы можете, но вы та личность, которая может это делать. Есть такая поговорка. Вы не можете помешать птицам пролететь над вашей головой. Но то, что вы можете сделать, это не дать птице свести гнездо в ваших волосах. Если вы видите, что птичка начинает свести гнездо, вы это позволяете делать, то вы не заметите, как там будут уже и птицы, и мама, и папа, и друзья, и теща, и зять все там пролетают. Поэтому надо это все стряхнуть. И вы можете стряхнуть так. Иногда вы будете видеть мысли плохие, иногда вы будете видеть мысли хорошие, иногда вы будете видеть нейтральные мысли. Просто фоном они идут и все. Вы та личность, которая наблюдает. Вы можете осознать, что я посторонний наблюдатель. Другими словами, вы не физическое тело, которое вы видите. Вы также не являетесь вашими мыслями. Вы также не являетесь вашим умом. Аура 360 градусов, наш ум покрывает каждого из вас сейчас. У нас есть мысли, которые находятся в нашем уме. Ум – это нижняя одежда. Физическое тело, маска, костюм – это верхняя одежда. Это древнее учение, древнее учение Юрия. Вы не являетесь физическим телом, вы не являетесь умом. Вот две ошибки. И на этом основана вся наша жизнь. На этих ошибках люди живут и делают целью жизни физическое, либо умственное, тонкое развитие. Позитивное мышление, психология основана на этих двух вещах. Но…